Дамы и господа, добрый вечер! Вечерний покер продолжает радовать нас новыми играми. Давайте узнаем, кто же примет участие сегодня. Тот самый кадет из сериала «Кадетство» и сноубордист из «Елок» Александр Головин. Победитель соревнования за право участвовать в вечернем покере Станислав Наумов. Соул-исполнитель Паша Руденко. Бизнесмен и миллиардер Александр Зайонц. В покерном мире известен как дядя Миша Михаил Коротких. Звезда сериала «Универ» Новая общага Константин Шелягин. Мы начинаем! Приятного просмотра! Вечерний покер! Всем привет! Ну что ж, действительно мы знаем имена уже четырех участников финала четвертого сезона. Андрей Заищенко победил в самой скоротечной игре. Павел Занозин заговорил всех своих оппонентов. В разговорном жанре не уступал ему, пожалуй, и Юрий Пачинский в своем составе. Ну а гречаник был самым творческим и самым агрессивным. У тебя пульсик, все, нормально. А все, мы играть просто начали. Становился. Класс. Сегодняшний состав, конечно же, отличается от многих предыдущих. У нас, по сути, три игрока с колоссальным опытом. Не забывайте. Когда это войдет в привычку, станет легче. Так, а сейчас нужно их просунуть сюда. Ну что, вот так. Ой, как хорошо. Саша? А я? Я поддерживаю кол. А смотреть-то можно карты? Конечно. А, уже давно пару, да? Мы на секунду поставили, они задержались на линии, дальше смотрите. То есть, если вдруг не видно... Ну, кто эти три человека? Они сидят друг за другом. Вот, если считать, от Александра. Заенца Александра, я помню, мы еще комментировали на турнире европейского покерного тура. Его игру за телевизионным столом. А Влад Наумов, он же Энн Владислав. Человек, с которым мы, по-моему, на покерном форуме в одно время зарегистрировались. А все уже разборчиво. Неизменный участник ряда турниров, в первую очередь, в Сточи. Ну, дядя Миша, это легенда. Тысячу, даст тысячи платить. Чтобы уравнять. Косарик, да? Либо косарик, либо повышенник. Одним глазком, чтобы посмотреть. Конечно. Попробуй. Одним глазком. Можно, пожалуйста. Можно. Можно. Константин Шелягин. Актер, коллега, друг давний Александра Головина. Думаю, что между ними тоже будут интересные баталии. Ну, а Паша Руденко. Он сам, как вы видите, попросил себя называть Пашей. И скромный, умный, добрый, молодой человек. Прекрасный исполнитель. Вот она. Сразу за них даем. Чем? Чем? По крайней мере, он фантастически впечатлил нашу Марию, которая тоже здорово поет. Тысяченку положу. Тысяченку. Ну, мы сейчас не о девушках, которые поют. Ну, Коля, все пошли уже. Конечно. Я пошли, я пойду. Надо пойти. Не о девушках, которые интервью берут. Первая же раздача, где, казалось бы, натернишь, что все должно завершиться удачно для Влада. У меня чек тоже, да. Чек открывайте. Уже можно открывать. У кого-то. Так, у нас есть пара валетов. Есть флэш. Но флэш собирает Александр. Победа. Сашка, ты забрал? Да. А почему у тебя там 7-6 у меня вольтки? Червушку у него. Червушку. Червушку. А, червушку. Я думал, надо. Ну, вот напугали вы меня. Напугали. Что, был туз червовой? Нет. Вы вздыхаете? Нет. Так, еще хуже. Слушай, Сань, мне кажется, они нас разводят. Че, не кажется, у вас? Привет. Мне кажется, они нас разводят. Скажем, у меня тоже была червя. Да. Да. Забирает это хвост. Чувствую где-то. Ну, где, да? Вообще, мы можем с вами ждать много и интересных розыгрышей, и интересных диалогов, потому что Александр Зайонц и Михаил Коротких тоже давно знакомые. Оба очень успешные бизнесмены. Так, у меня пока все это. Можно посмотреть? Но при этом, как мы уже обмолвились, те бизнесмены, которые много лет играют в покер и с большой симпатией относятся к нашей с вами любимой, лучшей игре на планете Земля с картами и фишками. Пас. Тут я смотрю, у меня пульс упал. У меня браслетик. Пол. Пас. Пульс это все на шо? Пол. Можно пошли? Три. Наговорились. Три тысячи. Вот думаешь, что у меня пять-шесть или... Вот, да, вот, заправка пошла, да? И что нам делать? Что показывать теорию? Ну, давайте ближе к игре. Мы помним с вами Александра Головина примерно год назад. Ну, да что там, три тысячи. У нас же посмотри, да? У нас же посмотри, да? У нас же посмотри. Скромный сноубордист. Посмотреть-то надо. Сделать вид, что... Так, мне сколько... Скромный кадет. А сейчас уже, смотрите, он у нас ставит... Сквизы на даму валет разные. Обычно я этого не делаю, да? И попадает в лучшую комбинацию на флопе. Скорый чек. Чек. Саша. Четыре. Четыре тысячи. И должен здесь у Паши выиграть энное количество фишек. Посмотреть надо. Сто процентов. Пас. Упали. Нет денег, это не деньги. Я скажу пас. Пас. Ну, посмотрите, как прочувствовал здесь Паша. Четыре зашелся. Нам черненькие, черненькие. Придется у Сашки отнять их. Тормозить. Ого. Черт. А Михаил заплатил с гадшотом. Он такие никогда не выбрасывает. Ну, плюс терна мог ему принести трепку и добавить перспектив. Гроссмейстер задумался. Да, думает тяжело. Как-то хорошо. Выкинул. Ну, хорош как было. И Александр Головин второй банк выигрывает. Неплохо, неплохо, друзья мои, неплохо. Хорошее начало. Так, все, я торможу. Я никуда не гоню теперь. Пасмешку не играю. Подстава, да? Александр, а вы профи тоже, да? Нет. Он, вот он. Он мы уже, да. Бизнесмены мы. Бизнесмены. Мы любители. Для нас попер. Любители мы. Саш, двести. Скочки, четыреста. А какой грейд ниже любителей? Есть такой? Новички? Ложки. Это счастливчики называются. Которые новичкам же везет. Есть два грейда. Либо фиш, либо шарк. То есть, либо акулы. Кто еще шарк? Шарк. Либо акулы. Ну, вот у них, у профессионалов, вот у них. Либо рыбы, либо акулы. И другого шарк. И Михаил тоже, да? Нет, Михаил, он белая акула. А мы рифовые. И дальше рыбки. И Михаил не акула, а кит какой-то. Четыреста. Надо доказать еще. Кол. Говори, что поддерживаешь. Кол. 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 Кол ми, бэйби. Yes, а в кол. Кол. С двумя тузами просто уравнивает большой блайнд. Сейчас, наверное, да. Положите на место. Константин. У меня? Нет. Я там красный не был, когда он забрал. У меня. Заболтался или руками за... Я здесь просто немножко задулся, потому что у нас был Кузя, звезда универа, скажем так, первого поколения. Ну, а Константин это Иваныч, уже из... Молодой. Более новых сезонов. Еще, давай, давай пять. Давай. Шесть, еще. Ну, в два раза. В два раза шесть. Шесть, наверное. Шесть тысяч рейс. О, шесть тысяч рейс. Пора. Пора бы уже подумать. Ну, и вот такой интересный флоп. Наказание за просто лимб с тузами. Причем еще первым поставил Александр Головин. Рейс сыграл Константин. О, какие-то странные. Странные. Сейчас мы увидим, набрался ли опыта Александр. Сейчас девяточка у Константина, наверное, появилась. Мне кажется, скоро кого потеряли. И вот он сразу и пошел. Так, я уверен, что вы справитесь и без меня, друзья. Ну, ты же скажешь, что посидишь чуть-чуть. Да. Ребята поиграют. Не надо дерзить. Чуть-чуть, да. Ну что, молодец Головин. Проиграл по минимуму. Поставил первым. Получил рейс. И против двоих выбросил. Справедливо сказав, что одного девяточка есть. Но правда, он думал, что это у его близкого товарища. Да. Ну, на ставку в три тысячи мы тузов выбросить здесь не можем. Все-таки может соперником быть восьмерка. Может быть, кинтималет десять. Ну, конечно, это не то, что я... Ну, и, в принципе, неплохо. Открываться уже. Нет. Ты можешь сказать. Ты можешь сказать. Да давай еще. Не будет. Не будет. Я его не пошел вовремя. Чек. 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 Три тысячи ставка. Да что такое. Вот ты, конечно. Хорошо, хорошо. Конус. Да, ну, совсем небольшую ставку сделал Паша. Такую мы не можем не оплатить. Ну, молодец. Три девяточки. Может, там еще как раз валят десять. Решили так тонко отпылью бетить наши 8Х. Ну, были хорошенькие. Очень хорошо, да. Я так понял, что надежка была, конечно. Это как раз из той известной оперы. Папа, почему не сыграл мой консервной тузу? Распал. Хорошо попал. Паша хорошо попал. Хорошо попал. Как же так, да? Два туда. Вообще, вообще. Да надо было рейс делать. Рейс там было, рейс там было делать. А что такое рейс? Ну, рейс делал бы это десять. Не давай не заходить. Такой карты плохой. Ну, неплохая. Ну, нельзя заходить. Дядя Миша точно преподает. Он всегда готов поделиться своими навыками на турнирах совершенно различных серий. Ну, если шутки в сторону, конечно, по техническому оснащению самый сильный у нас плат. Ну, все равно у меня мало уже осталось. Все руки дрожат. Сейчас давай. Играем. Кол. Ты продал все пятна стоишь. Хочешь, Владислав, и каждый раз подчеркиваешь, что он не профессиональный игрок в покер, но нагрош у него многолетний. И в интернете он очень любит выступать. Чек. Под ником N. Владислав. Кстати, доли часто продает на своей турнире, чтобы была возможность внести часть боина и поболеть его. Хорошо. Поклонник филотворчества. Чек. Я бы... Ты все накинул? А я... А Костя... Чек. 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 Интересно, вот... Ну, я уверен, что как раз Влад здесь поставит на тернии. Считаешь, что у него, скорее всего, лучшая рука. Больше всего из участников данного состава я, разумеется, играл с N. Владиславом и с дядей Мишей. Ну, с Владом побольше, потому что дядя Миша в интернете не играет. Нравится. А? Мне нравится, мне нравится, да. Не на деньги, но мне нравится. Что тебе нравится? Не на деньги, но нравится вообще. А-а-а. Сколько? Сколько в Сочи? Самый маленький турнир какой? 4400, а? Или только 4400? Долларов 4400. А? А? А не надо еще 4400? Долларов 4400, да? Ну, это вален. Ну, там условия не есть по себе. На всякий, если вы представление не очень внимательно просмотрели, то честь профессионалов у нас защищает дядя Миша, ну, как действительно постоянный регуляр живых турниров. Миша, Миша, ты там опять что-нибудь в руки раздаешься? Не путай спортсмена. Ну, а Влад выиграл отборочный турнир, поэтому формально он является человеком из народа, хотя мы уже отметили, что именно от него ждем. Я же смотрю... Более чистый с технической точки зрения розыгрыша, хотя Влад тоже игрок очень творческого, агрессивного стиля. Я понимаю, что у меня даже... Ты не можешь сомневаться. Посмотрим, как он подстроится под такой состав. Ну, в Сочи тоже нередко можно подобные столы встретить. Многие приезжали раньше любители. Откуда он взял, скажи, как же это чек-то? Ну, раз можно. Ты посмотри. Ком. Ком. Чек. Чек. Ну что, каждый здесь может собрать флэш. Дядя Миша может собрать стрит. Пять тысяч штат. На флопе все было очень неплохо для Александра, но вот такая дама, нечитаемая. Что-то мне тут, мне кажется, поставил. Что же у нас там? Ты думаешь, кубок уже... Опа! Опа! Еще флэш закрывается. Прилем, да, Мишка? Пять. Пять тысяч. Александр сам себя в итоге добирает. Нет. У него четвертый. Ну, не четвертый, а сам же Петеркобубновый может появиться с флэш. Показать, кто забыл. Добрал сам себя. Флэш по балет. Да. Флэш по балет. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Вообще. Ну, надо было идти, конечно. Тут я же не мог не давить. Думаю, напугаю. Вы хорошо играете для нас. Нам приятно. Честь профессионалов сегодня будет отстаивать Михаил Коротких. Михаил, наконец-таки мы вас видим у себя в вечернем покере. Расскажите, за счет чего вы обрели славу такого знаменитого дяди Миши покерного клуба Сочи? Ну, я играть начал где-то в 2008 году. Приехал, помню, первый раз. Я приехал в Сан-Ремо. В Сан-Ремо. Потом тур был в Монте-Карло. И мы в Сан-Ремо приехали. Ну, и там сперва как бы у меня... Ну, просто приехал отдохнуть. Не то, что я в покер так сильно не играл. И вообще даже не знал там правила. Поэтому там проигрывал такие позиции. Или там не добирал. Не добирал. Потому что не знал даже, ну, эти, как называют, комбинации. Ну, и как-то мы приехали в Барселону. И что-то мне зашлось. И охота была как-то немножко так повеселиться. И я там начал говорить, что там во время раздачи, хотя было это неприлично, там не все понимали, что я так просто от души веселился. И когда мне была выигрышная комбинация, я кричал там, заноси капусту, там, или такое, знаешь, такое. Первый там начал им говорить. Вот. И сперва... Ну, потом мне давали сперва, давали пенальти давали. Ну, потом привыкли потихоньку. Там все, на... Все. И так мы как-то все это... Потом ребята меня там, англичане, там, англестцы, там, все спрашивали, что это такое. Я им учил. Потом итальянец, помню, там, тоже самое. Ян Бендик. Ну, Ян Бендик, мы с ним дружим уже тоже 20 лет. С этого времени это известный игрок. Он был в 13-м году лучший игрок мира. Вот. И я у него в доле был, когда он в 16-м году выиграл первый метр Монак. Он сам предложил мне 20 процентов. А я там сидел по 25 играл. Тоже там зашел в деньги. И мы так. Ну, в общем, я дружу с ребятами. Потом этот, как называется, Негряна. Мы с ним тоже общаемся. У него свой клуб хоккейный. Он уже долю имеет в хоккейном клубе Лас-Вегас. Я в хоккей играю 50 лет. Поэтому я когда приезжаю, у меня там форма есть. Я со стариками прихожу, там, мы играем. В Чехии тоже у меня форма в хоккей. А вы с Негряна, когда-нибудь, играли в хоккей? Нет. Он так, он, ну, русский он знает. Он уже сам румынный. Он там, так, нет. Ну, у него там доля где-то 19-16 процентов. Вот. И в Чехии я приезжаю, тоже у меня там форма есть. В Ницце у меня форма есть. Я тоже в хоккей играю. Но здесь вот, у меня там даже в Адлере сейчас тоже форма в Липецке. Везде у меня разбросано. Потому что у меня хобби. Я приезжаю, без этого как бы не могу. В любом состоянии я в хоккей играю. Скоро вас у всех потеряем. Ну, такой хоккей нам нужен, который сегодня за столом намечается. А вот в данном случае можно было использовать вот эту карточку. Ну да. Ну, давай. Зачем? Наверное, если бы у Даниэля Негрияна побольше была бы доля в Лас-Вегас Найс, он бы задрафтовал дядю Мишу. Двоем можно, да. Как невозможно. Серьезно? Двоем можно, да? Ну, покажи карту, да. А так, разве что на фэнтези-драфт в СОПа Негрияна мог бы он Михаила приобрести. Просто семерки Валет был. Прекрасная карта. Я тебя считал, на самом деле, просто. Да? Если бы не было Боби, если бы не было... Секунду. Ну, а все же на драфте мировой серии покера ценятся спортсмены, которые хорошо играют там в 20 разновидностей, а дядя Миша, он у нас классик, эстет, он предпочитает техасский безлимитный, ну, в котором нередко заставляет понервничать оппонентов. Деньги на дядю Мишу не давят никогда. Прямо именно в клуб Симачево? Нет. В ресторанчике? Нет, там была тусовка общая. Как в бланке? Такая, с три этажа. Да, да, да. Нет, не было. А я знал, а я знал. 400 уже стоит. А, да? Да, чек. Ну, хорошо, это ведь чек. Миша, я знал, что ты это самое. А, ты рейс не сделал? Напугался? А что мне? 2,5, 2,6. Как я могу рейс сделать? Не хожу. Это хорошая карта. Константин. Ну, куда тут вообще? Ну, чек. Чек. Чек? Чек, чек, чек. Чек, чек, чек. Так, ну, все зашли всего за 400. Вау. 600. Очень неплохая рука теперь у Паши. 5. Дядя Миша ставит ОРБ, 2,5 банка. Сразу пульс у него поднялся. Пас. Это от радости? От радости. От обладания, так сказать. Просто сижу, думаю, куда их потратить. Так, кол. Ну, понятно, в шкаф ставят 2,5 банка. Здесь мы играем просто кол, бьем все блефы, проигрываем королям старше. Ну, и коре у Паши. Да, неплохо. Да, повезло ему. 10 тысяч. Ну, банк ставит дядя Миша, надеясь выбить десятку. Хотя, может быть, здесь лучше было бы ловить блефы от дамы Икс, от губей. Ну, Паш сыграл просто кол, когда ставка банка, решил, что интереснее посмотреть руку соперника. Паша, расскажи, знаешь ли ты покер? Да, конечно, знаю. Сегодня не знать покера, это просто преступление, мне кажется. Класс. Ну, когда ты впервые попробовал, сколько раз в жизни играл, знаешь ли комбинации, то есть, насколько твой уровень покерный? Ты знаешь, я приехал в Москву из Казани, и в Казани у меня живут друзья, с кем мы по-прежнему играем в покер, пусть раз в два года, но иногда это случается. А раньше мы играли каждую пятницу. Виски, покер, хорошая компания. Хороший классический хом-покер. Кстати, Казань, можно так сказать, ну, утрирую немножечко, что это прям столица российского покера. Серьезно? Да, ты знаешь, мы... Ты сейчас мне просто цену набьешь невольно, а я вылечу в первом круге. Скажу, человек из покерной столицы России. Да, у нас в покерном клубе Сочи каждый месяц проходят покерные серии, и у нас очень много игроков из Казани, хороших игроков. Это интересно, я, кстати, никогда не задумывалась, почему так, но вот у тебя хорошие корни, скажем так, покерные. Ты знаешь, вчера, когда я читала, кто у нас будет за столом, честно сказать, я почему-то раньше о тебе не слышала, и вчера я по твоим инстаграмм поскролила, боже мой. Ты подписалась? Не помню. Не помню, я не буду врать, не помню, но, блин, это очень круто. У тебя такой охренительный голос, прям надо ставку сейчас сделать, просто шикарный. Спасибо большое. Какие, что у тебя сейчас в твоей творческой жизни происходит? Творческая жизнь моя, это как техасский холден, постоянно приходится повышать ставки, иногда блюфовать. Заготовочка какая? Я же из Казани приехал в Москву. На самом деле, много, во-первых, спасибо, что ты заценила. Это искренне, абсолютно. Спасибо большое. Мне кажется, у меня действительно есть работы, которыми можно гордиться, и хочется, чтобы их в этом году было больше. Готовили новые песни, так что подпишись на меня. Я только вчера слышала песню «Не маю», «Не мой». Блин, это прям... Спасибо большое. Это прям до мурашек. Я желаю тебе сильной удачи. Спасибо большое. Я тебе желаю удачи. Всегда. Я, ты давно в Коке. Маленький под Халим не порит отношения. Не маленький под Халим, а мастер-пекаб. Так, у меня все-таки уже скоро закончится. Мне нужно будет разминка. Костяка, я как друг тебе всегда разминка. Это уже местная, можно сказать, в Покере. А он там, Миша, поможет. У них нет уже. Кол. Ну, кстати, вот Влад Наумов из Казани. Маша говорил у нас, что в этой замечательной столице спорта есть не только Уникс, Рубин, но и действительно покеристы. Я так знаю уже, что делать, знаю. Ну, ты либо можешь даже повысить, Костя. Ты иногда можешь даже повысить. Нам отждать тебе экс-фона какого-то. Чуть-чуть. Ты можешь даже повысить. Наше слово. Я забыл, как-то. Чек. 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 А, можно чек. Все, я уже ушел. Ушел. Три. Три тысячи. Ставьте. Ну, куда ты вот блефов. Блефов. Парш, полет был. Полет был сейчас. Сейчас? Да, не сетка была. Вообще, кто запрашивает, что ли? Не сетки не было. Почему ты спрашиваешь, розыгрыш идет? Ну, что было. Ну, какая разница была. В той партии. А, в той партии. А, в той партии тебе надо? В честь только. А я не помню. Ну, подожди. Если ты так уже не попробовал, то вообще можно попробовать. Три короля. Мне кажется, какое легкое давление на игры. Я не скажу. Конечно. Я вас побаиваюсь. Ты ты можешь говорить о том. Да у меня король был. Король. Король. Чек. 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 А у вас? Опа. Ну, все. Честно, кстати, брат дозвал свою руку Пашу, когда у него король было. Ну, а дядя Миша сказал, что у него два туза было. Вот так. Чек. 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 Чек открывается. Надо было поднимать, конечно. Я не поверил на флопе Константин, сказал, что куда-то своим блефом. Ну, и оказался прав. Единственное, что поделили. По-братски? Они нам не на большую? Поделили. Мы поделили. Третье разбрасывали. Поэтому мы перевернули в конце. В конце? То есть по-братски разделили? Неплохо. Добрый текст. Вообще. Я подделил. Вот это хорошо. Вот это хорошо. Ну, потом стопозили сердце. Я подделил. Не, он скинул. Знаете, какие правила здесь? Да. Ян, если ты скинул карты, ты потом делишь? Все мака не коснулись, они живые. Кого не коснулись? Один. А-а-а. Вот так вот. Надо вовремя забирать. Так, я на дверь. Да. Иду. Кстати, твои приятные мне дела. То есть еще раз. Ты карты сбросил. Вы их не забрали. Да. И. А они были. Да. И кто-то говорит, а что ты сбросил? Ну, покажи карты. Да. Да. Раз. Красиво. Это базовое правило? Если ты же с ней как-то, у них контакт есть, то она сразу берет и туда, потому что они играют. Нет, подожди. Это базовое правило или это правило стола? Нет, базовое. Шутка, что ли? Если ты бросил карты, ты можешь вернуть обратно? Конечно. Вот за белую кинул, все уже, они не в игре. Я спрашиваю. Да, что Сережа, я тебе расскажу. Я уже открыл потом? Нет, это нет. Сейчас я даже вам расскажу. Он не открыл, ему сказали, а что ты открой? Если карты не смешаны с МАКом, то есть с отбоем, они еще живые. Подождите, это правило международное или правило шоу? Это международное правило турнирное. Если карты еще не смешались с МАКом, они еще живые. Ты такое слышал? Если их открывают, они еще живые. Здрасте, приехали. Меня вот так огули, когда я начинал лет 10 назад. Я тоже так же. Да, за белую, да. В этом самом, в Лас-Вегасе. Все забрали у меня? Все, ты сюда карты положил, до свидания. Я такие-то слушаю. Могули получать. Не, не к тому, что мы это самое. Просто сами хотим узнать, как правильно играть. Я вам только что объяснил. За белую, вот ушло за белую, все, карты. Ленина – это условность. Миша, ты же в уроке преподаешь по ИГЭ, а не по правилам. ИГЭ, что-то, это я. Да, это часто разное. Что, Влад, действительно? А ты почему не знаешь? Ладно, я не знаю. Ты почему правила не знаешь? Да я не знаю. Вот знаешь, что 4300. Плохо учился в школе. Мне так учили раньше. Михаил, сколько вы сказали? 4300. 4300. Да. Что сейчас ты газовываешь? Можете меня поиграть. Я поиграю. Дядя Миша по старой школе с двумя королями. Рейс 4300. Ну, в целом, в такой игре, где ребята тебе обсудили флот, не так плохо. Александр, главное не бояться в этой игре. Да. Именно так я и поступлю сейчас. Я не боюсь. Ты еще не... Все. Я уже... В игре двое. Сейчас я не боюсь. Интересно. Нет, Константин выбросил свои карты. Сейчас разберемся. Влад тоже выбросил. Скажу чек. Чек. 20. И я уйду. Паша. Да, Паша зашел под этот рейс. Может, у него какой-то туз был мастевой. Из уважения к вам. Конечно, шел в игру. Правильно ты здесь. 300, 600. Уважение блайнер. 300, 600. Как часто... Но это все уже остается тайной для нас. С чем все-таки Паша зашел под такой крупный рейс дяди Миши. Правил. Да. Неожмалый, да? Да. Вот и ставочки полетели. А по поводу тех правил, которые здесь обсуждали, Александр с Михаилом. Сколько в покер играете? И Сергеем. У меня даже была ситуация, когда тоже на Ривере соперник вот так же бросил, макнул свою руку. Я считаю, что он проиграл, когда я показал свои карты. Потом кто-то себе говорит, ладно, покажи, чем ты платил. Он перевернул, и оказалось, что у него там оказался флэш старше моего. Ну, там из серии у тебя была рука Король Дейстера на массы, десятка треф. А у меня были две дамы с дамой треф. И ему отдали банк, а он их тоже бросал в мак. Созрением и со счетом, блядь. Вот он вчера выиграл, сколько ты вчера выиграл? Ты что вспомнил? Уже 600 больше, я понял. Все же помнят, только выиграешь, а проигрыш ты не помнил. Я об этом как раз. Я говорю, что пока учился, все носил, зарабатывал. Ну, сколько? Ну, вчера сколько? Мне понравилось, когда мне понравилось играть в покер, то я понял, чтобы играть в покер свободно, надо очень много зарабатывать. И я начал зарабатывать очень хорошо. И потом уже без проблем разыграл 30-40 тысяч долларов. Но есть досада за большой проигрыш? Нет, потому что очень хорошо зарабатываешь, когда уже нет. То есть это как развлечение? Да, да, да. Это классно, когда гранит. Да, да. А потом уже, да, да. И ощущения. Потом лет 8 назад уже понял, что надо все-таки выигрывать. И потихоньку сейчас. Ты скажи лучше, какой у тебя самый большой перерыв в покере был? А его не было. А, не было? Нет, ну, был. Вот я при разводе, когда я развелся с женой, и у меня был перевод. Я три года не играл вообще. Но мы же только позитивно же говорим. Да, а это тоже позитив хороший. Развод – это одному жить очень прекрасно. Вы даже не представляете. Вы рабы все. Кол, 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 кол. Это очень хорошее, очень хорошее настроение, очень хорошая жизнь. Одному? В 34-м году я прожил с женой, да. Она влюбилась. Да, влюбилась. Правда, уже разошлась. Чек? Чек. Ну вот, и все. А дети есть? Да, ребенок тоже. Чек. 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 Ну, а тем временем Тихий Сапа Александр Головин не стал делать рейс с королями. Так, одним глазком. Подержу. Подержу тоже, ладно. Тысячу. Все пошли, я пойду. Влад присмотрелся к тому, что Александр нас играет очень агрессивно. Заплатил. Конечно, конечно. Ну, дядя Миша по очень там слабым бэкдорам ответил. У него даже ни одной черви нет. Подсказка пошла. Нет, давайте 3 тысячи. 3 тысячи. Ну, что это такое? Откуда взялись, Таня? Боже мой. Спасибо. Куда нас повели? Ну, Александр пока разрывает. Поэтому это тоже, на самом деле, вот, посмотришь, в зал зайдешь, и люди больные. Это больные. Люди проигрывают деньги, сумасшедшие. Конечно. И на свои не играют они. Они играют, там, бейкер, то есть все. У меня случай был. Есть такой игрок известный, Саша, этот, Лункин Виталик. И, короче, у меня вечером на самом деле говорит, Михаил, чухка есть у меня. Хочу в Барселоне по 50 тысяч евро сыграть. Я говорю, дай сейчас позвоню этому, золотой яблоку, паньяк, и с ним, может, войду пополам. Я звоню ему, а он говорит, я сейчас сына уложу и перезвоню тебя. Ну, не перезвонил. Ну, Лункин позвонил мне, я взял и отказался. И первый день, он же первый день разыгрывается по 50 тысяч. Мы заходим в Барселону. Полторы, да? И такой Лункин стоит, его там этот поздравляет. Ну, первый день разыгрывается. Миллион триста евро. Вот миллион триста по Барселону. Сейчас можно было зайти, ему 20% остальное можно было забрать. Да, да. Но это же вот... Это чуйка, это чуйка. Не, почему? Надо было вложиться, дать ему денег. Сколько? По 600. Пожалуйста. Чек. Чуйка должна участвовать, чуйка должна быть. Если есть такое, знаешь, вот... Вот как вот здесь. Раз, и... Может, там, по-моему, два раза повезло. Нам что-то не два раза каре. Каре, понятно, да. Он переехал к королеве. Да, эту раздачу даже можно найти в Инстаграме увидеть. Две дамы, два короля выставляются. И там соперник из Германии. Не помню, кто именно. Кристоф Фогельсон или еще кто-то. Там остатки-то двигает просто... А ты можешь подумать, где-то деньги нашли. А флоп, дама, дама, что-то. И каре против двух королей. Да, 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 да. Есть, слушайте. Все нормально с пульсом. Слушай, ну, они потихоньку вас все отнимают. Потихоньку вдвоем отнимают у нас. Насколько ты помнишь, прошлый раз я проиграл. Я, да, я запомнил. Раденьким игроком, но сейчас... Но сегодня он вернулся. Я вернулся, правда. И я в последнее время уже стал играть в покер с друзьями все чаще и чаще. Приходилось даже выигрывать в турнирах. Поэтому сегодня я буду относиться к игре более ответственней. Не буду кидать все фишки, не буду ходить в ЛН. Буду играть очень аккуратно и стараться попасть в финал. Буду стараться, правда. Круто. Будет интересно посмотреть. Тогда ты был за столом с Якутом. И вы постоянно ржали. Мне кажется, ты просто не мог даже собраться. Но сегодня у тебя снова друг Костя за столом. Тебя будет это отвлекать? Отвлекать? Да нет. За покером всегда милое общение. Разговариваем на какие-то разные темы. Костя Шлягин мой друг детства. Поэтому я с удовольствием поржу еще раз. Потому что поржать я люблю. Паша с Сашей нас пока имеют. Это меня Роман Емельянов научил. Да? Можно предъявить его. А, поэтому за него болезнь. Александр, а у вас за турнир максимально сколько выигрывали? Ну, я больше в каш выигрывал. За турнир максимально... Каким я вылетел? Где? В 42-м, в 44-м. Из пола труда тысяч. Сколько? 16 или 22 тысячи. Я не помню. На мое слово. В Берлине, когда переехали, мой фуллхаус с этим. Да, такой был случай. У него фуллхаус с десятков. А у Муравиля Казанского. Этот фуллхаус с королями. И это поддает, а тот добивает. 42-м вылетел? Да не 42-м, а позже. 44-м, это 42-м вылетел. Вот там 1025, да? Да. Смотрите, это сколько человек в турнире? Полторы тысячи там было. Ну, там тысячи, там, четыреста. Кол. Чек. Чек. Чек, кол. Кол, чек. Ну, вообще... Кол или чек. Существует несколько базовых правил, да? Играя в турниры. Чек. Они играют... С этим болтовнёй. Спокойно, не агрессивно, только по хорошим картам. Чек. Да. А у других другая стратегия. А у других пульсов. Сразу попытаться набрать, чтобы потом под конец расслабиться. Второй день вы его идите с большим стеком. Ну, две основные, да, Мишки? Базовую стратегию. Да нет, у тебя что? Открываемся. Ну, чек. 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 Чек, открывайте картинку. Ого. Так, пятёрки у нас есть. Да, дядя Миша очень не хотел видеть здесь ставку. Отдайте. Ты что, выиграл, что ли? На халяву прошёл. Ну, в целом, да, считается, что есть тайтовые стратегии и лузовые. Там ещё есть тайт-агрессив, луз-агрессив, тайт-пассив. Ещё не выиграли ничего, да? Не, не, я ещё. То есть, только они на том краю, да? Какой-то серёг, в середине вдвоём. Чё, давай сейчас остановимся. Основная группировка по центру. И в какой-то правом фланге. Какой фланг? Я 300 тысяч застаю. У меня 70 тысяч осталось. А левая отстаёт. У тебя там пульс не работает. У тебя всегда 70-80. Я спортсмен, то есть стабильный. Я спортсмен. А, спортсмен, поэтому. Единственное, в чём я могу подискутировать с Александром, что те, кто стараются сразу набить стек, это делают не для того, чтобы расслабиться во втором дне, а для того, чтобы потом оказывать максимальное давление на соперников на стадии бабла, когда вот идёт определение, кто всё же попадёт в призовой зон, а кто уйдёт совсем ни с чем. Красиво. 1200. Раис 1200. Дядя Миша решает попробовать изолировать Александра. Сколько нужно? Ещё 900. Константин не выбрасывает Ту-7. Ну, тут, по-моему, все эти седины не уважают. Седину не уважают. Миша, позиция хорошая, только с шишками не очень. Так, ты калируешь? Я с колда. Колда. 1200. 1200. Секундочку, я прям подумаю. У вас столько много игроков. Одним глазком-то можно? 1200. Я 600, да. Чего нет? Кол. Ну, разумеется, если мы 600 уже поставили, там плоский рейс и шло два кола. 84 мастевые, не такая плохая рука. По флэшу будем доминированы, но стриты две пары. Хорошо, что ты ушёл. Чек. Чек. Редко нам создадут трудности. Ты как причаё здесь? А, вот и что? Батву, Михаилу. Хорошо. Чек. Чек. Михаилу надо время подумать. Десять. Очень любит у нас Александр ставить вне очереди. Спасибо. Моментальный донг-бет, ну, то есть лид вне очереди. Диагрессором-то назвал Михаил. Моментальный рейс от Михаила. Спасибо. А то считаешь, что там может быть пятёрок, четвёрок, может быть, какое-нибудь там совпадение и какое-то дро. Ну, соль по пульсу пока побеждает Александр. А, нет, смотри, у Миши пошёл сто, а спортсмены-то как бы у нас уже не настоящие. Это возрастное. Ну, на тёрне вышел экшн-киллер, потому что туз может быть чаще у Михаила, иногда у Александра. Вроде здесь туза не выбить, шестёрку только изображать. Хороший рейс получился от Михаила на флопе. Ну, да, молодец. Лидкий. Вот это уровень. Сервоечек вверх вверх вверх. Ты ничего не ставишь? Нет, ничего не ставишь. Шестьсот. Шестьсот. Вот знал же, не надо. Миш, кот восстановился, да? Да нет, сервоечек восемь стало, а было сто. Отняли. Было сто у тебя? Ну, тебе тоже сто было. А стало восемьдесят? Сейчас восемьдесят всего лишь. Вот даже меньше. Да, как это... Успокоительных нет... А, для Александра получается. Пульс восстановился в мешке. Вот надо как отценить. Он в спокойном состоянии, у него восемьдесят пять. А когда нервничает, сто было один. Да я был вместо один. Слушайте, а в турнирах официальных... Ну, неофициальных, надо правильно. Вообще, в турнирах пульс не замеряют? Это же... Конечно, нет, конечно. У нас такая... Это элемент шоу. Понятно. Только смарт-численный. Раз. У нас тут не покер, а какой-то диагностический центр получается. Яна у нас сегодня тренируется раздавать двух королей. Третий раз за полчаса игры карманные короли у одного из участников. Раз. И всех почему-то разыгрывает лимпом. Никто не играет рейс. Раз. Раз. Я уравняюсь. Наверное, Владу все-таки может было сделать рейс. Мы говорили, что он здесь самый опытный. А здесь платят многие до флопа, а повышают изредка. Третий раз за полчаса. Третий раз за полчаса. Третий раз за полчаса. Так. Ну и если правда он бы сыграл рейс, я думаю, валет 7 Александр бы на большом блайде не выбросил. О, тем не менее, банк поменьше и поменьше проиграет Влад. Я тоже здесь. Я ушел. Спасибо. Будет ли слоуплеить Александр? Ну, наверное, лучше слоуплеить. С одной стороны стейки очень большие есть. Другой у нас блеф. Ну, можно придумать, если мы здесь играем рейс не только с валетом, но с восьмеркой, с 10-9, с дамой 10, какими-то еще бакдорщиками трест, типа 9-7. Смотрите, смотрим на пульс сначала. Нет, что-то есть. Ну, не очень приятная карта. Для Влада была до Ривера. Яна, как ты это делаешь? По-моему, я эту фразу произношу в каждом выпуске. Зачем три? Чтобы разбоитесь. Простите. Понял. Надо. В фулл-хаус у Александра, но над своей фулл-хаус у Влада. Ура. Конечно, будет играть рейс. Опа. 14.300. На доске лежит стрит, на доске лежит флэш. Такая сумма. Ну, так, профессионал. Ага. Пульс есть. Александр может подумать над еще одним рейсом. Но он проигрывает у каких-то король в валет? 300. 20 могу. Валет 8. Нет, 28. 28. 20 не может. Это нужно от тех, кто варит. 25-400 можно минимум. Мне нравится. Человек, я калирую. Отскочил. Каким-то чудом отскочил Александр. 300 всего. Символет фулл-хаус. Фулл-хаус на королях. Больше. А почему? Три короля, два валета. Три короля. У вас три валета. У вас две семерки. Как ты держался в ловес, а? Ты если расстричил, получается. Сколько еще нужно? 300. Слушайте, то есть семерки не работают здесь, да? Там короли старшие. Сравнивается по трем картам. А моя... У вас три валета, а у него три короля. А нету такой три... Позови Ромку, пускай подскажет. Смотрите, еще раз. Сравниваем по тройке. Здесь три короля, два валета. У вас три валета, две семерки. Слушай, как он попал хорошо вообще, да? Я топанул. Сейчас сам отнимать у него было все. Эх, при этом... Это было красиво. Недобрал. Первый раз. В конце вышел. Масле не... Слушай, недобрал. Зашел так... Зашел. Я-то как бы все сделал. Да. Удержался? Просто он умел вдвойне удвоить, не знал, как сказать. Вот так вот, да. А так бы все хорошо было. Как же не кручись. Ну, прям в конце пришел. В конце пришел хорошо. Повезло, получается. Все фарф. Так, что там с пульсом? Смотри, 110. Ой, ты меня. Саша, 132. Так, сколько? Это у нас 300. Да, счастье было так близко. Да, вот чуть ли не 70-80% раздач, в которых принимал участие, Александр Головин оставлял за собой и Яна подставила подножку на ривере. Кол. Костик. Кол. Костик, Костик. Надя, спасибо. С ее словом. Вроде как бы и наша сторона стала заходить. Да, да. Так, что это мощно. Есть такое, как бы динамика положительная. Нет, было же пара королев у тебя и пара та самая. Пока что только основателю оф не заходит ничьи оф. Это несчастье, кстати. Хорошая карта. Нет, нет, ну почему несчастье? Это опыт. Нет, ну если бы ты поставил бывалым, или там тысяч 50 кг, он бы выкинул королеву. Тоже интересный флоп, двусторонка у дяди Миши. Чек. Чек. Совпадение у Паши. Чек. Семерка, да? Конечно. Это же Яна. Две пары против стрита. Чек. А у... Пять тысяч. Пять тысяч. Паши. Куда забил? А вот тебе неинтересно стало. Потому что я-то короля-то скинул. Ну, почти банк поставил Михаилу. Паш, наверное, сыграет просто кол, подождя спокойного ривера. Все-таки дальше есть стриты. Другой стороны, рейс тоже имеет основания, потому что здесь ряд троллей жит. Две пики, две червы. Пас. Не дождусь. Ну, и вот. Попали. Я уже молчу. Для одной игры это слишком много. Полхаус на ривере кладет Яна Паши. Ну и вот дядя Миша ставит, Паша моментально рейзит. Дядя Миша считает, вдруг там трипс семерок платит. Михаил Потапович. Ну, у меня что, стрит? Вау. Ему повтор повезло просто, и все. Что дальше мне сделают? А Фалхаз больше чем стрит. У меня готово все лежало. Повторно. Я думал... Вот это не везение, да? Конечно, это не везение, а ему повезло. Друзья, это не нарезка. Мы смотрим одну раздачу за другой. Смотрите как, мы опять с вами, Михаил, выходим. Прям... Ну, ты только никому не отдавай, потому что мне... Хорошо. Фишки только не отдавай. Да, брат. Если я выйду раньше, я буду за вас болеть. Да, конечно. Но ты не выйдешь. Вы знаете. Ну, потому что у тебя масть есть. Может, сейчас... Это и есть, показалось. Вот будешь играть в финале с Ладом будешь в твоем году. С Ладом. Да, я тебе просто... Знаете, когда Миша говорит, ну ты не выйдешь, я бы напрягся. Но, слава богу, он про другое. А не то, что не выйдешь отсюда. Это масть. Очень хорошая тема. Кол. 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 Играть. 7-7. Все? Две своих. Три своих подряд. Вот как. Пятерка была 2-7-7. Все, это отлично. Ты что? Такую масть. Ловить надо. Так, ну Влад сыграет рейс двумя девятками. Три тысячи панки. Чек. Как чек? Как чек? Влад, не узнаю. В гриме. А он показал, так я хотел, чтобы он поймал что-то. Он и поймал, дал ему поймать. Так он все равно даже на 5-7 на 2 пар он добил бы. Я знаю, его играл. Чек. 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 Две тысячи. Вроде нормальный парень. Играем нормально, да? Да. Что там с пульсом? Второй пар выбросил, кстати, Александр против Александра. Где ирония? Опасные люди. Я просто, что нас подает? Нормально? Спокойно, да? Я прошу прощения. Сейчас я говорю. Две тысячи. А что было? Две тысячи. А Влад скрыл сил в свои руки до флопа. Но здесь, наверное, две девятки уж надо было бы выбрасывать в раздачные пятерых. У дяди Миши рука лучше, чем у Влада. Как ни парадоксально, перзадает, может показаться. Потому что у него 5 прямых аутов, а у Влада всего 2. На усиление. А ты что? А ты играешь? Чек. Пика, пика, пика. Ну, да, закрылся флэш, но три дамы у Александра, конечно, будет здесь ставить еще раз. Десять тысяч. Например, у кого-то из соперников рука, типа валет десять с одной пикой, валет король, пусть платят. Муравьевна банк запирает. Думаю, пойдет. Надо было не газовать. Саша. Да. Пожалуйста. Насколько хорош, что отдавать не хотел как-то. Да. Ой, стоп. Да, да. Еще спасибо. Спасибо большое. Тут сколько? Нервов не хватит. 300-600. Слушай, так как... Константин, ну мы что с тобой, мы скоро в Питер? Ну, попилим, попилим, да, попилим. Деньги-то попилим, да, а спектакль, да, завтра. А вы играете? Вместе. Вместе в энтерпризе играем. Мечтать не вредно. Препочтите. А где играете? Ну, энтерпризе это. То есть, поэтому мы по-разному. ДК. Мы бродячие артисты. Или мы квартира. А, ну вместе. Мы квартира. Да, вместе. Поэтому, если выиграем, пригласим вас на спектакль. Некоторым арочки ставят. В Москве когда играете? В Москве? Вот буквально играли-то какого-то. В Измайло, вот в Зоево. То есть, если только вы играете, так не пригласите, короче. Приходите. Мы с большим удовольствием будем радоваться. Не, мы вновь репризы. Такие, легкие. Так. Кол, кол, кол. 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 У меня очень хорошая карта сейчас. Хорошая? Очень. А я пока, чтобы вы... А, чтобы все зашли. Заманивая, да. Заманивая. Ну, мы зайдем на плохой карте и тебя обыграем. Вот правильно. То пускай флопа строится. Сердечки любят Александра. Постоянно у него какие-то червовые гэп-коннекторы, пол-коннекторы, четверть-коннекторы. Ну, прямые коннекторы, это когда две карты по номиналу идут друг за другом. 7-6, 8-7, 10-9. А у него там 8-4, 6-3. Карты, которые тоже могут собрать стрит, но вероятность этого прилично ниже. Извините, простите. Че? Че? Ну, там. Ну, очень красивый Александр. У него 50%, так, на секундочку сейчас. Он фаворит, потому что у него стрит-флэш-дро. Саша, ну нам нечего с тобой делить-то вообще. А вы ушли, да? Да, у меня все хорошо. То есть он старшая пара у Паши, но у него семерка червей, которые там сразу два аута отнимают у Александра. И на червы, и на стрит. Тем не менее, все равно шансы Александра были выше, а теперь против стрябца королей чуть сложнее. Сами скажу тоже чек. Чек. Ну вот, теперь можно играть. Хорошо. Сотпадение поймал, ну и нет необходимости блефовать. Очень прибавил в игре Александр Головин. Если он едва знал правила, когда приходил первый раз, но мы вспоминали с вами, что примерно год назад, то сейчас очень неплохо для любителя. Я думал, ты поиграть пришел. Ну, я понял, что вы слегка меня разводить начали. Нет, но я ждал червушку, если бы... Я помню. Я бы все равно был сам. Те стрит, и... Ты бы взял. Те стрит уже был. Те тройку твои открыли. Поэтому... А вот за двое. В данной раздаче единственное удивительное, как я на Ривере семерку не открыл. А тогда бы опять у нас был стрит у соперника Паши и фуллхаусу Паши. Кому? Темнее. Ну, он мне так нужен был. Поэтому не друг. Не, не, не. Своим поневоле, брат. Смех. Кол. Кол. Так, так, так. Сейчас один глазком, одним глазком. С собой хороший руководитель. Ну, надо играть. Надо играть. Ты же, да? Правда, играть. Ты пошли. Только розовый. Хочешь выйти? Ой, прошу прощения. Да, я тоже смотрю. Ты пикер. Стоило мне сказать, только при его Александре. Он заходит, а там шесть разномастные. Ну, там червовые. Да. Самая красивая карта в колоде. Такой выбросить нельзя. Пол и Константин. Пол. Вот самый хороший чек, да. Самый хороший руководитель. Саш, двести, давайте, пожалуйста. Здесь хорошую карту перевернуть. А, у нас по вытянке, да? Здесь хорошая карта. Хорошая карта, да? А, то можно понимать было. Вот. Вот и на моей улице пройдет. Чек. Хорошо. Чек. 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 По третьей паре у Михаила и Александра. Две пары у Александра. Константин решает, что пришла пора блефовать, но не очень хорошая доска для этого, потому что здесь никто не выбросит. Ну, по такой игре хоть и пять тысяч банк Т-200 поставил Константин, но не выбросил здесь какие-нибудь король 10, бубновый, король валет, бубновый валет 10, бубновый 10, 9, бубновый, пиковый и так далее. Даму в такой игре не выбрасывают. Паша вон заплатил вообще по гардшоту. Ну, и сдается Константин, понимаешь, что и стрит закрылся, и флэдж закрылся. И чип-дампинг небольшой. Александр решил добрать, Константин придумал, видимо, какие-нибудь король 10, король 9 пик, я не знаю. Нема, нема. Забирай Константин. Оплатил. Или дружеский подгон. Я блефанул, да. Я блефанул. Константин. Это вы лихо. Тебя обманывает, я. Кто это сделал? Он тебя обманул, Саша. Почему? Ну, потому что. Ты, видишь, блефанул. Какой ты блефанул? 480. А, ты поддал, а, ты поддал. Послушаешь, вот блеф. Что там, два профессионала? Да. Но при этом, понимаешь, вы играете примерно 6 часов. Это суперкороткая дистанция. То есть выиграть может любой. 6 часов – это суперкороткая дистанция? Да. То есть за 6 часов ты можешь обойти любого профессионала. И у тебя крутейший скилл. Ты актер. Ты можешь просто постоять. Ты так, наверное, круто блефуешь, да? Я не знаю, будем посмотрим. Игра покажет. Интересненько. Расскажи про свою шикарную футболку. Она видна полностью у нас, да? Говорят, ты на детскую программу тоже в ней пришел, да? Да, 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 да. Пришел, значит, на детскую программу. Мне говорят, слушай, ты дурак, что ли? Ну, у нас детская, у нас дети, мы показываем в прямом эфире, давай переодеваться. И мне, значит, какую-то там накинули. Надень ее на какую-нибудь дурацкую покерную программу потом. Да, 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 да. Я пришел таки к вам. Я говорю, я просто сегодня очень сильно ударился мизинцем вчера. И мне было лень что-то бегать, искать, собирать какую-то одежду. И вот то, что у меня первое было в шкафу, Ну, я полностью отображаю твою ситуацию с мизинцем. Е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е. О, хороший сквиз. Чтобы без дачи можно карпить. И размер вполне нормальный. Ну, может, было бы чуть покрупнее, учитывая глубину стеков, но в позиции более стандартно было бы там 6,5-7 дать, 8. Но не так и просто, Константин. Гимнастические упражнения вот так вот делаешь. Сначала правую сторону, потом левую сторону. Нет, тут у меня не реагирует. Червей нет ни у кого. Ставка продолжения, тоже хороший размер. Профессиональный сигнер, дальше старый, на Константина. Подождите. Да, у меня туз 8 пике. Я что там, может быть, сыграл. Ничего не было? Ничего не было. А кто ты забрал? А хорошая, высокая карта. Высокая, да. Вот как раз у Михаила был туз. 8 пике. Разномастные. Нет, пике. Одномастные. Вот Михаил собирал. Да. А вот туз дамы. Перевернул. Я доставил. По счастью. Счастье не получил. Поэтому вот так потихоньку люди проигрывают. Счастье ловят. Математическая теория. Туз дамы против туз 8. Какая вероятность? 50 на 50. Ты что? Нет, туз дамы выиграет же. Правильно? Все правильно. Придет восьмерка или не придет. 50 на 50. А? Воспект. Кол. Продолжает Влад играть кошки-мышки с оппонентами. Опять через лимб. Кол. 800. Да? Да. Пас. По 800 зашли. А, так я забыл. Александру за Йонцу раздает хуже всех. Ян, соберись. Ты же можешь что угодно положить. Пакер интересная игра. Очень. Особенно ты выигрываешь. Я? Слушай, я в минусе. Какого? Да еще впереди еще. Что ты в минус какой-то? Ты что, фишки есть? Сейчас будет. Самый град начнется. Бывай, наверное, там. Подбрачный или подбрачный. Десять так же наставки. Делают такие ставки? Там, тысячу три стоят. Двадцать? Есть ощущение, что... Так, а ребята ушли? Нельзя бы идти. Конечно. Что ты думаешь, а вдруг я пошел? С червушки сижу, там, с червушки теловлю. И все, ты приехал. Ты что? Ну, понятно, даже здесь Паша выбрасывать не может. У него часто лучшая рука. Дядя Миша проводит мастер-класс Константину. Мне кажется, там батарешки пикошки. Мне тоже 8-5. Сейчас натаскает нам спортсмена. Там ты там поймал, да? Ты думаешь, что ты знаешь? А эти богатые? Ну, и здесь, я думаю, Паша уже сдастся. Все-таки может вам быть карманка, может быть король. Как-то убавился. Набирай. А что у тебя? А что у тебя? Одну карту нам выбор. Давай. Две карточки. Без карточки, конечно. Давай, левую, да. Ух. Не угадал. Бомба. Господа, сегодня очень сложная ситуация у наших звезд, поскольку обычно им противостоит один профессиональный игрок и один товарищ, выигравший сателлит. Но сегодня профессиональный игрок в покер Владислав Науму взял и выиграл сателлит. Как так произошло, расскажи. Ну, как бы приехал в Сочи, играл в турнир, тут рядом пересадили девушку красивую, она сидела, играла с телефона какой-то турнир, ну, как бы сидели, общались, спросил, что играешь, она говорит, отборку на вечерний покер. Ну, как-то было так, что думаю, ну, давай зайду. Ну, зашел. Могла бы быть красивая девушка. Ну, она, я думаю, и так будет у вас, потому что она очень красивая. Вот, зашел, ну, как бы занял второе место, потом понял, прочитал, что оказывается, что нужно ехать, сниматься на шоу. Ну, вообще, как бы очень приятно. Даже чтобы это выглядело, объясню, в чем ситуация. Был отбор сразу на два выпуска, то есть у нас чемпион и раннерап получали путевки в вечерний покер. Так, ну и ты получаешь объявление, что вы прошли отбор. Твои? Ну, как бы было приятно. Классное шоу, как бы, в принципе, очень нравится. Очень люблю покер. Являясь, ну, как бы, громко сказано, как Маша говорит, профессионалом, являясь любителем. Ну, классно провести здесь, как бы, время поучаствовать. Ну, хорошо, давай для тех, кто, допустим, тебя не знает. Расскажи тогда, как давно ты играешь в покер, твои заносы и так далее. Чтобы мы прям провели черты и поняли, профессионал ты или любитель. В покер играю лет 10, наверное, но на любительском уровне люблю играть в интернет. Ну, в последнее время там как-то появилось казино Сочи. Очень удобно там. Летаем поиграть в казино Сочи. Куча друзей в этом комьюнити. Ну, как бы, нравится игра. Нравится, как бы, сам процесс. Ну, поэтому так. Предлагаю всем подой показывать. Я предлагаю поделить. Поделить надо, конечно. Кубок поделить. Поделить. Михаил, а вы бизнесмен в жизни. Я в жизни. Ничего, что я? Да, конечно. Это моя фишка? Нет вопросов. Чем занимаетесь? Я чем? Сейчас на пенсии. А, ну, все, вы получаете... Просто я беру пенсию и играю на нее в Поккене. Это мой бизнес. Это мой бизнес, да. Ну, что вы? То есть, вы уже все. Кайф от жизни и... Живу в Сочи. Купил дом и кукол моря. Да, сам с Липецкой. Прекрасно. Ком. Ком. Купил машину все. Ройс Ройс и катаюсь по вею в море. Прекрасно. Рост туда, сюда, туда, сюда. А в Сочи где? В Вадьбе. В Вадьбе. Поближе к Красных Поля. У меня есть подруга. Я музыкант, она тоже в музыке. Вот она заядлый игрок в Поккер. Она из Сочи. В Москве живет. Вы, пожалуйста, поближе. Регулярно в пятницу играет. Как мне тянулся, деньграя в морожен. Слушайте, ну это классно. Сочи. Вообще, типичная жизнь среднестатистического, статистического. Пенсионера. Как рассказ дяди Миши, Томик у моря, Роллс Ройс, ну и Фо Фан, турниры по 25 тысяч долларов в Монте-Карло. Какая группа? Все же, не верите? Без группы. Без группы? Да. А деньги? Что пойдете? Деньги. А, так. С чего? Да. Ну, зарабатываю я написание. Ну, у нас опять интересный флоп. Александр думает, вдруг у него лучшая рука ставит первым. Влад слоу-плейт свой трип шестерок. Подогретая. А Паша считает, что у него пиковый туз. Может, пика-пика, может быть, по выходу пики будем блифовать. Но это лузоватенько. Александр задает рассказы, брата этого агрессивный. Ну, летает его и лузовый стиль игры, правильнее так. Чек. Ну, конечно, все правильно. Чек. Чек. На терне закрывается флеш, и стрит на одну карту. Блок-бет ставит Александр. Мне кажется, это немножко лишним. Будем его уже перекритиковать, потому что он заметно прибавил в технике. Есть две пары. Семерки, шестерки. Три шестерки. Влад сменил тактику. Не было там мелочишки. Я вложил там трём тысячам. Запутанный. Блин, ну я вот уверен, может, нету вашей шестерки. Влад, я понял, ты пока с нами играешься, да? Ну да, посмотри. Ну как, ну я... Больше я нашёл. Могли бы забрать. Не, ну как забрать? Ну, поиграть-то мы должны же, Саша, или что? Мы как-то сразу отнимать фишки. Спереди, Сависович. Не знаю, как я бы поступил. Не знаю, с чего. А, то есть такое, да? Нет, но уважение к вам имеется. Огромное. Красиво играете. Надо учиться, да. А ведь говорил себе, приходишь сюда. Не беги, не беги. Ну так, я говорил, в одном известном фильме тебя как? Лучше сразу или помучиться? Сколько? Лучше, конечно, помучиться. Ну я так... Ну в Сочи сейчас хорошо. Прямо. Отлично. Плюсарай? А? Плюсарай? Ну там снег... Снега не было на Красной Поляне, да? Мешка. А выпал? Влад, ты выпал снег, когда ты уезжал, нет? На Красной Поляне? Вроде говоришь, что выпал. Я катался там... На Новый год сказали, не было снега. Я был там на Новый год. И сейчас вот у меня там народу нет. Нет, нету. Ваш слой, чек. Чек. А вы тоже в Сочи живете, да? Нет, в Казани. А, из Казани? Да. Я до Москвы жил в Казани. Сверху сейчас. Чек. И давно в Москве? Приехал вчера. А, ну так, да. Чек. Чек. Ну все прочекали. Тысяча. Казань, прекрасный город. Две тысячи. Две тысячи. Дядя Миша ставит банк, желая выпить кинтикороль хай даму хай. Свидули. Что, четверку наехал? А? Четверку. Почему? Ну что? Что там четверка делать? Ну, вот это как-то вон. У меня две девятки здесь. Девятки? Вот здесь две девяточки. Хорош карты? Что делать было? Поверит ли Влад? Что тебе посмотри, две тысячи. Что тебе ждал? Что тебе? Я же не обманываю, я их когда-то. Восьмой. Мошенник. Уболтал. Перехитрил. Король был? Четыре семьи. Лучше. Лучше. Четверка была? Падение. Ну ладно. Александр, а вы откуда родили? Москвич. Москвич? Да. Редкость. Редкость. Редкость, да. Редкость. Это три поколения? Коллега, я тоже москвич. Ну, у меня начало 20 века. Как говорится, в Москве. А так? Как-то разбирался в дословной и в Одессе, наверное, на Узкой. Купец первой, второй гильдии. На данный момент, второй, первой гильдии. Вот так что-то. Гол. Так, полстырых отняли. Хорошо. Выиграть. Пока все играют. Да, пока для Михаила уже все складывается, хоть он выиграл предыдущий банк, но он был совсем небольшой, у него все 50 тысяч, половина стартового. Сейчас встретишь. Вот так в компании. Да, дед был один, директор каротина «Волга-Волга», он осенью работал. Ну, то есть такое, и вот он. Три триста. Другой, другого брата. да. Три триста. Правильно. Ого. Паша, должен сказать, три триста ставит или скидывает. То есть у вас так солидно? Не, инженеры, родители инженеры. Надоело Владу играть в «Кошки-мышки», все-таки уже стал, когда два олимпы, делать рейс. Но Рязанову свежки менял. Ну, у нас дома был атмосфильм. И вот Рязанов приезжал на новом «Жигулях», а надо было свечки выкрутить и прокалить. И вот мы это сами. Ну, многие жили на Хабцев оператора, Вова, Ахиджакова в соседнем доме, Мита. Они сражались за родину режиссеров. Ну, то есть такая куча народу менее, жилетческих монтажеров. хорошо, 220 квартир, и там в 200 там постучать, и денег до получки. Ну, я маленький был. Интересная история, Александр. остаться, накормить, напоить, или поменять сахар на теплый мопост, как-то жили. Александр, расскажите, как появился покер в вашей жизни? Я бы сказал, что это даже не какая-то смешная история или грустная. Вы знаете, для меня покер – это как антистресс-программа. До этого мы иногда играли с женой в рулетку, ездили в Лас-Вегас, не знаю, европейские страны. Я все время смотрел, думаю, что люди там сидят и делают за этими столами. И постепенно присмотрелся, смотрел, ставки 1-3, можно играть на 100 долларов, и вот так потихонечку начал. Потом решил поучиться, открыл. Вы даже поучились, серьезно подошли к делу. Конечно. Бизнесмен. Надо же, да, серьезно, почитал Харрингтона, Склански, там еще какие-то другие известные книжки. Сам еще толком не понимая, что как раз между покерным турниром и играми в кэш. Ну, были неплохие учителя, такие как Валера Лункин, Виталий, давно просто не общались, да, Виталий Лункин, там, Андрей Метропольский, это вообще, как говорится, гуру. Я не ожидала, я думала, вы скажете, ну, пару раз играл в покер, а тут, простите, вообще такая хорошая, сильная подготовка, Лункиным еще. круто. Какое ваше самое большое достижение покерное? Кубок есть в карьере? Кубок не брал, лучшее достижение в мейн-эвенте и пяти вылетел сорок, там, вторым и в каком-то... Это глубоко. И в каком-то, да, шестнадцатом. Ну вот... Тоже глубоко. Тоже глубоко, да. Не-не, первые разы всегда приходил домой с чеком. Ну да, мне кажется, там время проколено. Чеков у нас не дают, здесь мы никаких денег не разыгрываем, но у нас победитель получает замечтательный кубок и возможность поворотиться за не менее прекрасный браслет в финале. Так, два туза Александра, но мы уже поняли, что здесь никто рейс не играет. Потом бывает наказан, зачастую. Есть у вас по детству, по тем временам? Да, конечно, я люблю очень. Спасибо. Ваше слово. А, так, чек. Мы вдвоем Саши по 80. Чек. Константин, напомню, золим пилтузов попал потом под трипс девятый. Да, ну, надежно выступает здесь Александр против Паши, почему-то чекает. Я уже знаю, какой будет ривер. Девятка. Ну, или четверка. Это же Яна, напомню, что на покерке раздает тоже Яна, когда вы играете в интернете. Ну, тогда пугать. Пять. Мы ожидали коронные три. Три? Нет, все, одесский сад закончился. Пора расти. Все, начал цены добавлять. и вот на ривере Александр решил добирать и не первый раз добирает себя. Ставит, Паша играет чек-рейс, хитрый ловушку поставил. Двадцать. Минем. Двадцать. Ой. Двадцать. И кто-то шепнул еще один рейс Александру. Ну, Паша здесь играет уже просто кол, вдруг там девять-семь, да. Вот так на ровном месте с двумя тузами Александр умудрился проиграть двадцать тысяч. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, да? Не напугайся. Четыре, пять, шесть, семь, да. Надо было запугать. Слышишь, два туза карманных, два человека не сбросили и два раз проиграли. Жесть какая-то. Как так? Ну почему? А у нас перерыв, что ли? Ну вот так. И как так? Почему уже перерыв? Я тоже не заметил, как эти час лишним пролетели. Состав сегодня подстать. Паша лидирует. Михаилу прибавить. Ну, 60 блайдов еще есть. Госпожа удача тут всегда где-то рядом. Дилер с новой колодой мысли приводит порядок. Не пытайтесь критиковать мои пороки. Я игрок и по жизни мне все покер. Мне все покер. Я в плюсе, я на подъеме. Это азарт, ты настоящая страсть. Я уже в финале, этот банк огромен. Я его заберу. Конкретно заходит масть.